Здравствуйте, с вами Дмитрий Споров. Сегодня мы находимся не на том месте, где была сделана старая фотография, а у того объекта, который на ней изображен. У Триумфальной арки, памятника победы русского войска в войне 1812 года. В Москве есть Триумфальная площадь. В советское время она называлась Площадь Маяковского, поскольку на ней был установлен памятник лучшему и талантливейшему поэту. Почему же получилось так, что есть Триумфальная площадь, есть площадь Тверской заставы, на которой стояла эта Триумфальная арка, и есть Кутузовский проспект, на котором сейчас Триумфальная арка стоит. История очень длинная. Дело в том, что Москва в 30-е годы стремительно расширялась. Все дороги и площади перестраивались согласно новому плану. Плану городостроительной застройки Москвы 1935 года. Этот план широко известен. Непосредственное участие в его разработке принимали все советские архитекторы и лично товарищ Сталин. Внимание к Москве, как к городу, который должен был стать примером и образом для подражания для всех остальных городов темного шара, было очень большое. И что же получилось с Триумфальной аркой? В соответствии с планом застройки города Москвы, площадь Тверской заставы должна была быть более свободной для разъезда автомобилей и общественного транспорта, которого становилось все больше и больше. Что такое для советской власти была эта Триумфальная арка? Память о победе императорской России. А значит, отношение к ней было двойственным. Безусловно, ее не сносили просто, как сносили храмы и памятники служителям императорской России, таким как генералу Скобелеву и многим другим. В данном случае отношение было внимательным. Именно поэтому двум студентам Академии живописи вояний и изучества позволили подробнейшим образом измерить Триумфальную арку с тем, чтобы, разобрав ее, поместить как бы в ссылку в музей архитектуры, филиал которого тогда находился в Донском монастыре. Ну и свалили в угол. До сих пор в музее архитектуры находятся подлинные детали старой Триумфальной арки, построенной Осипом Баве. В дальнейшем ее история получилась похожей на птицу Феникс. Она возродилась. Возродилась здесь, на Кутозовском проспекте. И благодаря тем тертежам и обмерам, которые были сделаны в 30-е годы, арку смогли восстановиться. Традиция Триумфальных арок Триумфальных арок пришла к нам из Римской империи. Там Триумфальная арка обозначала победу римского воинства над неприятелями. Триумфальных арок в Риме было очень много. И здесь, в России, Триумфальную арку впервые поставил Петр I в знак своей победы в окончании Семилетней войны. Она стояла на Большом каменном мосту. Естественно, была деревянной. Впоследствии традиция установки Триумфальных арок использовалась достаточно часто. И последние Триумфальные арки ставили в нашей стране уже в Первую мировую войну. Триумфальная арка, о которой мы говорим сейчас, единственная, сохранившаяся в Москве на данный момент. Триумфальная арка, о которой мы говорим, что в России все грозный час должен решить судьбу Отечества. Не помышляйте, что сражаетесь за Петра, но за государство Петра врученное. За род свой, за Отечество! Вперед! Надо сказать, что строительство Триумфальных арок, введенное в Россию Петром I, было по-настоящему революционным событием. Традиционно ставились храмы в память о победе той или иной военной кампании. Петр I относился к религии весьма прохладно. И строить храмы было ему неинтересно. Поэтому Петр строил арки, и внимание Петра к военным победам и к торжественным празднованиям в честь военных побед было весьма высоким. Известно, что Петр строил не только арку у Большого Каменного моста в честь победы в Семилетней войне, но и дальше на Красной площади, по знаменованию своих последующих военных достижений. Петровские военно-начальники воспринимали Триумфальные арки как знаки личного внимания императора. Ну, а московский люд с удовольствием приходил к любой из Триумфальных арок, рядом с которой в дни торжества наливали с брага и кидали на ветер медные деньги. Триумфальная арка находилась на площади Тверской заставы у Белорусского, а раньше у Брестского вокзала. Ее местоположение было не случайным. Именно по Тверской улице в город входили все торжественные процессии. После зарубежных походов императора Александра I в Москву вступала армия-победительница. Армия, разбившая 12 языков, как говорилось тогда. То есть 12 языков олицетворялись все племена мира, которые воевали против единственного противника, против Российской империи, против России. И вот входили войска-победители, и их встречала Триумфальная арка. Сначала, естественно, она была построена из дерева, вокруг нее были устроены пышные встречи, цветы, оркестр и так далее. Проект Триумфальной арки был заказан ведущему московскому архитектору Осипу Баве, строителю Большого театра и автору многих проектов гражданской архитектуры после пожарной Москвы. Для Москвы строительство сразу двух парадных объектов в память об одной войне было делом редким. Поэтому то, что в Москве есть и храм Христа Спасителя, как бы дань памяти старой традиции, когда строились храмы в честь Победы, и строительство Триумфальной арки было весьма интересным в сочетании. Строительство каменных Триумфальных ворот на площади Тверской засталы затянулось на долгие годы. Причин было много, и одна из важных причин – это песчаный грунт. Для строительства такого монументального сооружения это была по-настоящему большая проблема. Строители были вынуждены вбить порядка трех тысяч дубовых бревен в основание этого сооружения. Только после этого каменную Триумфальную арку смогли начать строить. Триумфальная арка была открыта 20 сентября 1834 года. Скульптор Осип Баве не дожил совсем недолго, несколько месяцев до торжественного открытия, и принимал здание его брат, тоже архитектор, Михаил Баве. Когда была построена Триумфальная арка у Брестского вокзала, фактически преобразилось все пространство вокруг. Почему? Площадь по проекту архитектора Баве застраивалась типовыми зданиями, которые бы оттеняли величие вновь построенной арки. Ну и все это место как бы начинало Тверскую улицу. Тверскую-Ямскую, потом Тверскую. Надо сказать, что со строительством железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой сюда на Брестский или Белорусский вокзал приезжали поезда из Питера. И здесь был построен специальный царский павильон. То есть поезд приезжал не на общие пути, а в специальный павильон. Павильон был разработан для Николая II, для торжественного координационного въезда Николая II в столицу. Музыка. Вновь построенным зданием и памятником москвичи очень часто давали прозвище. Так случилось и с Большим театром, и с Триумфальной аркой, которых объединили, сказав, что на этих памятниках единственные трезвые возницы в городе. Московские извозчики славились своим пьянством, и есть интересные воспоминания о том, как они выпивали. Неприлично было пить на облучке, поэтому экипаж останавливался во дворе. Вновь извозчик выходил, доставал закупоренную бумажкой бутылку, взбалтывал ее, образуя водоворот, и залпом выпивал. Надо думать, это было картинное зрелище. Когда со временем Триумфальную арку в честь победы в войне 1918 года разобрали и перевезли в Донской монастырь, никто не предполагал, что она будет восстановлена. Но после победы во Второй мировой войне, уже во второй половине XX века, широко обсуждался вопрос, что в Москве должно быть место военной памяти. Здесь, на Поклонной горе, планировалось построить музей, стеллу и массу других памятных знаков, знаменования побед русского войска. И вот тогда стали говорить о том, что хорошо бы Триумфальную арку перенести сюда, на Калтузовский проспект, чтобы все памятники военной истории были вместе. Случился небольшой конфуз, на который советские власти не обращали внимания. Но сейчас мы, историки с высоты пройденных лет, можем о нем сказать. Традиция установки Триумфальных арок во всем мире жестко следовала единому принципу. Арка ставилась на той дороге, по которой входили войска после победы. А здесь, по Можайскому тракту, входил Наполеон в Москву. И получилось так, что арка стояла на месте торжественного входа русских войск в Москву, а сейчас она стоит на месте входа Наполеоновской армии в Москву. Несостыковка, каких в Москве очень много. Триумфальную арку восстанавливали в 60-е годы. Уже был построен Калтузовский проспект. И арка была не проездной, а декоративной. На арке изображались традиционно античные сюжеты. Четыре воина, символизирующих победителей в войне, в данном случае войне с 12-м годом. И античные сюжеты, которые изображались наверху арки и по ее бокам. Все это художественное литье, которое было сделано в 60-е годы. Фрагменты старой Триумфальной арки остались лежать в музее архитектуры, вернее, в Донском монастыре. Москва – удивительный город. В нем перемещаются не только люди и машины, но и здания. Сегодня мы поговорили о судьбе одного перемещенного объекта – о Триумфальной арке. Всего доброго! С вами был Дмитрий Споров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова